Всем большой привет, мои самые лучшие зрители! С вами Аня, и вы на моём канале! Мы продолжаем играть в Avatar World, и у нас вышел очередной спойлер к самому, пожалуй, долгожданному обновлению! К аэропорту! Не знаю, как вы, но я очень сильно жду это обновление, хотя многие тоже ждут, очень согласны со мной, друзья, потому что по комментариям это видно, это очевидно, ведь все любят куда-нибудь ездить, путешествия. Куда бы вы сейчас отправились, давайте помечтаем, ребят, как только у нас появится аэропорт, куда бы вы полетели? В какое-нибудь летнее местечко, где солнышко, песочек, можно поплавать, либо это будет заснеженное место, где можно покататься на лыжах. Такие вот у нас два типа людей. В общем, ребят, сейчас мы с вами вместе посмотрим новенький видосик, он очень интересный по картинке, я пока что не смотрела, только видела заставочку вместе с вами. Но сейчас его посмотрим, прокомментируем и, конечно же, будем искать пасхалочки. Конечно же, несите с собой чаёк, копеёк и усаживайтесь поудобнее. Я всем желаю приятнейшего аппетитушка и просмотра. Очень-очень классное видео, я просто в восторге, друзья, посмотрите. Здесь мы уже в самом начале видим много-много спойлеров. Это такое сочное видео, я просто офигеть, ребят, как счастливо смотреть его и пересматривать снова и снова. В самом начале у нас идёт такая парочка. Мужчина, девушка и у них два чемоданчика. Два новеньких чемоданчика. Кстати, у нас очень мало чемоданов в Аватар Ворлд. Мы уже искали разные сумочки, рюкзачки, детские предметы для школы, для офиса даже есть что-то, по-моему. Но вот таких вот клёвых чемоданчиков у нас ещё не было. Я безумно, ребят, хочу эти чемоданчики. Такие вместительные, удобные, будет интересно с ними путешествовать. Ну, на девушке, по-моему, такая одежда у нас есть. Хотя это не точно. Обувь, жёлтенькие кроссовочки, но они точно есть, потому что у Риты подобные есть, я запомнила. Но мужчина точно в такой же одежде, которая есть уже в редакторе. Ребят, если честно, я не заметила на них каких-то новых элементов одежды. Новеньких вещичек. Вот кроме того, что они везут классные, вот такие люксовые чемоданы. Будем сейчас смотреть повнимательнее. Я также вижу всякие таблички с правилами, наверное. Что можно делать, что нельзя. Возможно, там расписание или карты куда идти. Видеонаблюдение в уголочке. И на заднем плане что-то вроде мусорки. А, нет, не мусорки. Подождите, извините. Это у нас, наверное, взвешивают багаж. Но мусорка там тоже есть, чуть-чуть подальше. Колоночки также сверху. Будет, наверное, музыка или объявление. Ой, представляете, у нас появится какой-то голос в Аватар Ворлд. И он будет что-то объявлять. Интересно, какой же язык у Аватаров. Мы дальше видим продолжение. Появляются новенькие персонажи. Они стоят в очереди. Наверное, какой-то контроль проходит. Много часов. И давайте посмотрим на новеньких персонажей. Но я лично еще не встречала их на других локациях. Там есть такая женщина. Мужичок лысенький, что-то зевает. Уснул. Гитарист, ребят. Наверное, летит на концерт. Либо наоборот с концерта. Там еще девочка на фоне. Следующий персонажик. Кстати, ребят. Вот этот персонаж у нас полностью в новиночке. Это классно. И на заднем плане тот самый персонаж, который уже был в видео. Вы тоже заметили эту потрясающую одежду? Кстати, хочу еще отметить новые сережки. Дальше идет мальчик. Почему-то он плакал. И это конец видео. А почему он заплакал-то? Ребят, я не понимаю, почему он плачет. Смотрите. Там он еще один дедушка. Такой смелый дедушка, я бы сказала. И все, здесь уже у нас идет конец. Ребят, посмотрите. Такое маленькое видео. Нам еще там кусочек девочки показался. Кусочек девочки. Как это жутко звучит. Но это все. Это конец. Почему? Почему так мало? Я хочу продолжение. Я успела уловить только еще сердечки, ребят. Возможно, там еще какая-то парочка стояла. Что вы думаете по этому поводу? Тоже пишите свои наблюдения в комментариях. Давайте пообщаемся. Ну а пока что почитаем комментарии. Сначала новые. Я так взволнован, да? Это будет лучшее обновление. Определенно, ребят. Это будет одно из самых лучших обновлений. Когда выйдет обновление? Ура, так взволнован. Аватар Бород. Вот что обновление вторник или среда, или четверг, или пятница, или каждый день. Да, давайте обновление каждый день. Когда выйдет? Когда вы собираетесь обновить? Я в восторге. Выпустить обновление? Ух ты! Ох, как красиво. Обновлю. Ну, конечно же, я тоже обновлю. Спасибо, Паззл. В четверг обновления не будет. Ребят, мы очень ждем это обновление. Все долго очень его ждут. И это, правда, будет одно из самых долгожданных. Какой день вы обновите? Бесплатный, кроме пак, пожалуйста. В общем, у всех свои пожелания. Слово Аватар. Эм, что-то там лучше. Только один вопрос. Будет ли новое слово Аватар? Волосы. Будут ли новые волосы? Ну, их же недавно добавили. Напишите, когда выйдет обновление. Можно было присоединиться к друзьям. Вау, какое красивое обновление. Спасибо, мир Аватаров. Ребят, так много комментариев. И в основном опять они довольные. Но я заметила то, что один комментарий упомянул лягушечку. И да, действительно, у нас нет лягушечки. Она все еще закрыта. Я люблю мир Аватаров. И он останавливается, когда идут в кинотеатр, пляж и аэропорт. Ребят, точно. У нас же еще был спойлер с кинотеатром. Ой, как же я хочу тоже еще и кинотеатр. Надеюсь, откроет все и сразу. Это было бы так здорово. Аня, если ты читаешь этот ком, то я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Зайчик, спасибо большое. И мир Аватаров люблю. И Аня, приветик тебе. Ставьте лайк, если любите Аню. Всем пиццы. Всем большое спасибо, ребят, за внимание. У нас самая классная ламповая YouTube-семья. Я не устану это повторять. Я вас всех очень и очень сильно люблю. Всем желаю отличного здоровья. Никогда, никогда не болейте. Вкусно кушайте и тепло одевайтесь. Хотя нет, сейчас, наверное, тепло одевайтесь не подходит. Ну, только если кто-то живет в большом холоде. Но у нас очень жарко сейчас. Так что просто, ребят, будьте здоровы. Пускай у вас все будет супер-пупер-мега классно. И давайте продолжим читать комментарии. У меня просто есть несколько вопросов. Когда прибудет лягуша-четверк? Когда приедет аэропорт? Будет ли нам еще один город, в который мы сможем поехать? Ой, у меня все те же самые вопросы. Ни одного ответа пока что. Но я чувствую то, что аэропорт будет одним из самых ближайших. Потому что это уже какой спойлер-потряд, ребят. Очень много спойлеров по аэропорту. Не только начиная с картинок, которые появились вот в этом вот новом метро. Но вы помните те две девушки. Уже начинают выпускать много видосиков. И это очень классно. Круто, можешь обновить завтра? Можете ли вы сделать пляж? Пожалуйста, и спасибо. Когда обновление? Я очень жду этого обновления. Аня, это самое лучшее. Как будто бы ты чувствовала, что я прочитаю этот комментарий. Мне очень приятно. Большое спасибо за такую гигантскую, самую максимальную для меня оценку. Но я не самая лучшая. Самые лучшие у меня это, конечно же, вы. Вот те, кто хочет, чтобы домашний редактор помог ГА. Ребят, в общем, вы тоже оставляйте комментарии. Давайте поделимся своими впечатлениями. Ну а пока что я предлагаю зайти в игру и, ребят, приступить к лайфхакам. На сегодня я отобрала парочку прикольных лайфхаков, фишечек и багов. И как раз таки всё протестируем, ребят. Будет очень и очень весело. Давайте начнём по порядку. Первый баг находится как раз таки возле нового, ну будущего нового вот этого здания, аэропорта. Если мы на него нажмём, то попадём в торговый центр. Да, ребят, такая магия. Я не знаю почему. Возможно, это уже небольшой намёк. Ведь в аэропорту у нас много магазинчиков из Дитифри. По-моему, там есть всё для жизни, ребят. Вот чего там только нет. Ну я не знаю, напишите в комментариях, чего нет в аэропорту. Я отвечаю, вот это место магическое, на что облака пропадают. То, что мы телепортируемся в торговый центр. Определённо, когда выйдет это здание, здесь что-то будет ещё. Самое главное, чтобы мы не потеряли своих персонажей, друзья. Давайте покажу вам новое исправление. Да, ребят, загрузимся сейчас в особнячок. Пролистаем карту влево. И распакуем коробочку. Помните вот этот жёлтый светильник? Так вот, ребят, раньше он баговался. Его нельзя было вот на склад переместить. А сейчас мы уже легко его можем умрать. Так что, друзья, кого он бесил сильно в особнячке, можете спокойно его отправлять на склад. Вот такой вот исправленицы. Ну а мы сейчас должны сходить, вот допустим, в стартовый домик. Тут я уже подготовилась с прошлого видео. Давайте достанем персонажика. И передадим телефончик. Дальше, ребят, для бага нам надо лечь кроватку. Дальше, ребят, мы должны сделать первое действие с телефончиком. Именно с телефончиком. Теперь она сидит и болтает вот в таком положении. Выходим из домика. Дальше мы должны снова сюда вот зайти. И теперь она болтает стоя. Правда, уже без телефончика, но выглядит тоже очень прикольно. Телефончик можно убрать, но тогда она упадет. Она просто в шоке. У нее отобрали телефон. Женщина, ты что там упала? Давай, не падай духом. Вот твой телефон. И то у тебя его не забирает. Ну а такой вот необычный баг, друзья. Давайте выйдем. И покажу вам еще одно новенькое действие. Ну как новенькое? Оно появилось со школой. Здесь под скамеечкой. Ну если у вас вот нет такого бардака сейчас, как у меня. То вы вот здесь найдете жвачку. Я почему-то не заметила сразу. Но с ней тоже есть новенькие позы. Вот такие вот позы. Где ее немножко поташнивает. И следующая поза, где она не понимает, что происходит. Да. Такое вот загадочное действие. Дальше, ребят, хочу показать вам еще одну фишечку. Ну помните, мы мастерили, да? Пиньяточек. Вообще это можно провернуть с любой вещью. Но я привыкла делать все вот на этом новогоднем паке. Он полностью бесплатный. Хотя у некоторых он и вовсе исчез. Ребят, я если честно не знаю, почему они сейчас пропали у многих. Как мне ответили, они были временными. То есть кто успел поиграть с ними, вот в момент акции у того они остались. Но смотрите, что я захотела проверить. Я хочу совместить эту хлопушечку с клеем. Да, ребят, это так же работает с новыми вот этими хлопушками. Мы можем с вами мастерить. Только подождите. У нас же всего лишь одна хлопушечка была в школе. А что, а как она у нас возобновится? Давайте сейчас вернемся сюда. Кринечку. Да, ребят, смотрите. У нас снова появилась хлопушечка. И мы можем мастерить бесплатных пиньят. Правда это классно? Это мега круто, ребят. Ой, а что я в детский сад-то зашла? Так вот, друзья. Пиньяты-то платные. Но что делать тем, у кого нет платного пака? Но вы бесплатным путем получили этих пиньят. Для этого, ребят, мы отправляемся в торговый центр. И нам надо спуститься на второй этажик. Дальше, друзья, листаем карту вправо. Вот здесь вот у нас есть меч. Он полностью бесплатный. Передаем его персонажику и возвращаемся. Да, ребят, теперь мы сможем получить конфеты. Это я подсказываю тем, кто забыл. Вот так вот вы их раскачиваете. Ну и они должны как бы разбиться, да. Принести вот такие вот сладости. Смотрите, сколько здесь всего. Леденцы. Мармеладные мишки. Вот эта вот сладкая вата. Ну, по крайней мере, я так называю. Может, тоже какая-то конфетка вкусненькая. Батончики мои любименькие. Богатое наполнение, друзья. Тоже можете разбивать пиньяты, получите много-много сладостей. Пишите, кстати, в комментариях, кто любит сладости. И меня также спросили, у кого вот нет пака бесплатного, у кого он исчез. Где же, Ань, нам брать клей тогда? Сейчас покажу, ребят, есть у нас тут клей. В бесплатном зоомагазинчике, да. По-моему, под ковром. Но сейчас мы это выясним методом тыка. Нет, здесь у нас есть ножницы. Вот клей, ребят, смотрите. Если у вас нет того пака, то клей вы можете забрать вот здесь. Тоже берите на заметочку. И, конечно же, ребят, не забываем то, что завтра у нас вот в этот вот спортивный новенький магазинчик завезут новую коллекцию одежды. Ну, вернее, не завтра. Подождите, завтра уже наступило. Сколько сейчас? Давайте посмотрим. Ой, 2 часа ночи. Что я делаю вообще? Почему я не сплю? Мне не спится, ребят. Я хожу по магазинам. Вот у нас кепочка была в прошлом таком вот образе. Шорты или это юбка. Почему я путаю всегда? Почему я путаю и шорты, и юбку? Ребят, кто тоже так часто делает, кто путается? Вот у нас такой был образ в прошлый раз, бесплатный. Обязательно, ребят, его сохраняйте. Тогда вы точно не потеряете. Тут еще в комплекте сережечки. И вот такие носочки. И вот такие носочки. Интересно, здесь всегда будет такая спортивная одежда? Да, магазинчик полностью в таком стиле спортивном. Очки, повязки, юбки, шорты, платье, комбинезоны. Но хочется ведь чего-нибудь летнего. Хочется уже подготовочки к аэропорту, к самолетику. Чтобы мы с вами отправились в полет и пошли путешествовать. Да, пешком по морю пошли. Придется, ребят, чувствую, пешком с вами идти. Не дождемся мы этим летом это обновление. Давайте отсюда выйдем. И напоследок куда-нибудь забежим, отметим. Вкусненький! Потому что вышло новое видео, ребят. Вы тоже заходите со мной сейчас в кафешечку. Я хочу мороженое. Да, определенно, ребят. Давайте возьмем рожочек. И выберем какое-нибудь мороженое. Но я люблю простой вот ванильный пломбирь. И шоколадное. По-моему, это самое вкусное для меня мороженое. Но не хватает для полного счастья еще вот клубничного. И писташкового. Все, мороженое мои мечты. Да, тут еще вот шоколадных капелек. Мишек мармеладных. Ну, конечно же, сверху тоже польем шоколадом. С посыпочкой. Замечательно! Пробивайте, давайте. Как он только его там пробивает? Порошку, наверное. Обязательно делитесь своим мнением по поводу нового видео. Пишите, ждете ли вы обновления самолетом. Я вот точно жду, ребят. Хочу куда-нибудь уже отправиться, отдохнуть. И наши персонажики с вами просто будут загорать. На этом видео подходит к концу. Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива. И много вкусной пиццы. Всем удачи. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.